Новокузнецк Насколько чистота воздуха соответствует данным из отчетов промышленных предприятий, горожане чувствуют на себе. И только когда на каждой трубе будет стоять контрольный датчик, власти и экологи смогут отслеживать реальные объемы выбросов. Считаю, что это направление нужно ускоренными темпами развивать. И у предприятий, у основных предприятий в городах, участниках эксперимента, у основных промышленных предприятий, с моей точки зрения, для этого есть возможности. По основным источникам загрязнения установить такие датчики. Позволите еще, Владимир Владимирович, комментарии к тому, что коллеги сказали. Относительно всех загрязнителей или не всех. Сейчас, сейчас, скажи, вот эти датчики, это же недорогая история. Причем наша отечественная промышленность, вот Денис Валентинович Мантуров, может подтвердить в состоянии эти датчики, этими датчиками обеспечить источники загрязнения. На промышленных предприятиях в городах, где мы сейчас этот эксперимент проводим, в течение какого времени можно было бы установить, по вашему мнению, такие датчики? Я считаю, что можно сделать за один год. Давайте так и определимся. Основными пунктами программы «Чистый воздух» в Новокузнецке являются техническое перевооружение и снижение объема выбросов от промышленных предприятий, перевод частного сектора на газ, закрытие нескольких угольных котельных и перевод на мощности центральной ТЭЦ, а также приобретение экологичного общественного транспорта. Напомню, основные мероприятия программы должны быть реализованы к концу 2024 года. Накануне праздничных дней в Кузбассе пройдут традиционные ярмарки. 24 декабря торговые ряды, где можно приобрести продукцию местных производителей, будут открыты в некоторых городах области, в том числе и в Новокузнецке. Власти предупреждают, что для соблюдения противоэпидемических мер на торговых площадках может вестись контроль численности покупателей, чтобы одновременно находилось не более тысячи человек. А тем, кто не приедет или не переболел, рекомендуют ярмарки не посещать. Ожидаемые в декабре открытия Коммунарта вновь перенесли. Новый срок – март 2022 года. Причина – задержка поставок оборудований, в том числе из Германии. На сегодняшний день работы выполнены на 85%. Готовы система электроснабжения, вентиляции и отопления. Сейчас ведутся работы по отделке внутренних помещений. На сегодня выполнена 100% подготовительная работа под чистовую отделку. И, в частности, сегодня мы уже приступили к созданию интерьерной части. Именно к тому, что создаст общий красивый облик этого здания. То есть сегодня уже идет цветовая выкраска помещений, присутствия зрителей, мест присутствия зрителей. В частности, это многофункциональный зал, гардеробный вестибюль. Готовы, 100% готовность гипсовых декоративных элементов в этих помещениях. И идет большая работа по созданию облика главного зрительского зала. Цифровизация развивается, и все больше кузбассовцев предпочитают оформлять полисы ОСАГО через интернет. Главное, что дает такой способ автострахования, это оперативность и доступность выбора выгодной цены у множества страховых компаний. Сегодня многие услуги и продукты доступны онлайн. Для их получения не надо ехать в офис. Например, стоимость полиса ОСАГО можно рассчитать на сайте страховой организации или на сайте агрегаторе. А можно воспользоваться финансовым маркетплейсом. Даже если вы страхуетесь в одной компании ежегодно, имеет смысл сравнить стоимость полиса у разных страховщиков. Изменения ситуации на рынке и конкуренция влияют на ценообразование. Стоимость полиса ОСАГО зависит от установленных конкретной страховой организации тарифов и коэффициентов. Для одного и того же водителя цена полиса может значительно отличаться в разных страховых компаниях, потому что в прошлом году значительно расширился тарифный коридор. У страховых компаний появилась возможность самостоятельно устанавливать перечень факторов, которые влияют на индивидуальный базовый тариф. К слову, размер компенсации после ДТП у всех одинаковый и не зависит от цены полиса. Так что переплачивать смысла не имеет. Выпускные экзамены в девятых и одиннадцатых классах пройдут в два этапа. Предусмотрены досрочные и основной периоды. 21 марта одиннадцатиклассники смогут сдать ЕГЭ досрочно. Это удобно тем, кто по уважительным причинам не попадает в основной период с 26 мая. В девятых классах сдача начнется с 20 мая. Впереди у школьников период подготовки, а до 1 февраля всем нужно определиться с дисциплинами для сдачи ЕГЭ. Поменять выбор позже будет уже нельзя. Приближаются праздники и уже опубликованы адреса елочных ярмарок на территории Новокузнецкого городского округа. Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, приобрести новогоднюю красавицу в нашем городе можно будет в 14 точках по продаже елок. Информация на экране и сайте городской администрации. Удачи вам и здоровья! Новокузнецка Новокузнецка Субтитры создавал DimaTorzok